Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 3 мая, и давайте посмотрим, чем у нас начался данный месяц. Сразу же напомню, что на этих выходных пройдет второй тур референдума во Франции, поэтому на текущий момент относительно пары евро-доллара мы можем видеть, что пара находится в боковом движении в ожидании данного события. И текущий диапазон по данной паре, который мы можем отметить, уровень поддержки находится в области 1.08.51, а уровень сопротивления в области 1.09.49. На текущий момент цена укрепления евро остается в приоритете. Если мы уходим ниже отметки 1.84, среднесрочный уровень, то мы можем говорить о начале коррекционного нисходящего движения. Ближайший дневной уровень на текущий момент находится на отметке 1.08.87, это минимум вчерашней торговой сессии. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое восходящее движение, и на текущий момент уровень поддержки мы можем отметить в области 1.28.65, это минимум, который был зафиксирован вчера, но уйти ниже минимума 27 апреля мы пока не смогли по данной паре, поэтому на текущий момент, пока торгуемся выше данного значения, основной приоритет остается покупкам по данной паре. Пара австралийский доллар, американский доллар сегодня с открытия уходит ниже уровня 0.75.100, это минимум, который был зафиксирован вчера после обновления локальных максимумов, поэтому на текущий момент мы можем говорить о смене краткосрочной тенденции с восходящей на нисходящую, и ближайший разворотный уровень по данной ситуации находится на максимуме вчерашней торговой сессии в области 0.75.55. Поэтому на текущий момент, если говорить о покупках, то паре нужно уйти выше отметки 0.75.55, а пока, соответственно, торгуемся ниже, краткосрочный приоритет будем отдавать непосредственно продажам по данной паре. Пара американский доллар, канадский доллар продолжают с прошлой недели, восходящее движение, ближайший коррекционный уровень мы можем отметить на отметке 1.3649 по данной паре. Пара американский доллар, японская иена также продолжает свое восходящее движение, и ближайший коррекционный уровень мы можем отметить на минимуме понедельника в области 111.19. Пока торгуемся выше данного значения, тенденция остается на укрепление американского доллара по отношению к японской иене. Пара евро-фунт вчера уж ходит выше максимума 28 апреля, закрепляется за этим уровнем, формирует следующий минимум в области 84.21, это минимум вчерашней торговой сессии, и на текущий момент мы можем говорить о начале восходящего движения краткосрочного по паре евро-фунт. Соответственно, ближайшая цель – это обновление локальных максимумов 84.82, затем 84.90 и далее 85.30. На текущий момент, если пара также остается выше отметки 84.22, то тенденция на укрепление будет в приоритете по данной паре. Индекс DAX вчера во второй половине торговой сессии обновил, повторно исторические максимумы. Сейчас мы видим совершенно неактивную торговлю по данному инструменту. Ближайший коррекционный уровень остается на тех же уровнях, что и был на прошлой неделе, это область 12.425. Соответственно, на текущий момент приоритет на укрепление индекса DAX сохраняется, но так как мы находимся на исторических максимумах, вполне вероятно коррекция по данному инструменту с последующим продолжением. Коррекцию мы с вами сможем отслеживать после обновления локальных минимумов в области 12.425. Золото продолжает свое нисходящее движение. Вчера дошли до локальных минимумов в области 1252 доллара за тройскую унцу. И на текущий момент тенденция нисходящая также продолжается. Ближайший коррекционный уровень по данной паре мы можем отметить по значению 1270 долларов за тройскую унцу. Пока торгуемся ниже данного значения, тенденция на ослабление золота также остается в приоритете. Ну и нефть марки Brent продолжает также свое нисходящее движение. Вчера обновили локальные минимумы, дошли до значения 49.81. Поэтому ближайший коррекционный уровень по данному инструменту находится в области 51.81. Это максимум вчерашней торговой сессии. Соответственно, пока нефть торгуется ниже данного значения, тенденция на понижение остается в приоритете. Индекс доллара также замер в боковом движении. Практически тот же самый диапазон, который был после первого тура выборов во Франции. На текущий момент это диапазон 99.19 верхняя граница и 98.58 граница нижняя. Основная тенденция остается на понижение, но для следующего импульса нам необходимо увидеть уход ниже отметки 98.56. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Напомню, что сегодня состоится наш еженедельный вебинар в 19.00. Всех вас на нем буду ждать. Зарегистрироваться вы можете по ссылке, которую можно найти под видео, либо на сайте Admiral Markets. Всем спасибо за внимание и увидимся на вебинаре. Субтитры создавал DimaTorzok